Бюджет города на 2022 год сохраняет социальную направленность и будет бездефицитным. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как образование, ремонт дорог, транспорт, ЖКХ и благоустройство. Доходы и расходы бюджета составят свыше 17 миллиардов рублей. Главный финансовый документ утвердили депутаты городской думы. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Из года в год бюджет города, конечно, имеет социальную направленность, по-другому и быть не может, потому что мы работаем на людей. И, в общем-то, все наши траты, все наши заботы должны в первую очередь касаться решения их проблем. Да, у нас 47% направлено на социальную политику, и, как я уже сказала, и образование, и культура, физическая культура, и спорт, социальная политика. Мы в этом бюджете сохранили все социально защищенные статьи, постарались предусмотреть все необходимые расходы на социальную сферу, ну и, безусловно, постарались учесть пожелания граждан, которые доходят до администрации через депутатов, через народных избранников. В следующем году существенную часть средств направят на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ. Это порядка 12 миллиардов 600 миллионов рублей. На предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий выделили 20 миллионов рублей. Кроме того, у администрации по предложениям депутатов предусмотрены дополнительные средства в размере 12 миллионов 800 тысяч рублей на организацию льготного питания учащихся школ. Деньги направят и на строительство объектов образования, проектирование и строительство дорог. Также закупят квартиры для переселения людей из аварийного жилищного фонда. Учтены все требования с принятием указа президента по поводу имрота и инфляционных процессов. То есть, если вы помните, в прошлом году это было в пределах 15 миллиардов, сегодня он превышает 17 миллиардов. Но и, чтобы было понимание, бюджет собственный. Здесь не учтены консолидимые усилия, так сказать, ни регионального, ни федерального бюджета. Тем не менее, работа с бюджетом 2022 года не закончена. В дальнейшем главный финансовый документ будет дорабатываться, чтобы можно было решить наиболее острые проблемы города. Кроме того, ожидается традиционная поддержка из вышестоящих бюджетов. Планируется, что доходы на 2023 год составят свыше 18 миллиардов рублей. А в 2024 году в казну должно поступить более 19,5 миллиардов рублей. Мэри Илчан, Константин Головин. События.